Из-за недостатка знаний и отсутствия должного количества источников, люди из далёкого прошлого интерпретировали информацию не совсем верно, в результате чего в культурах разных народов появилось много легендарных и мифических существ. Если сейчас известно, что эти создания вымышлены, то ещё несколько сотен лет назад люди были уверены, что они очень даже реальны. С вами ТОП ХАЙП и сегодня мы расскажем вам о 8 легендарных существах, в которых раньше верили люди. Ну и перед тем, как мы начнём, я напоминаю вам, что вы можете с вертушки подписаться на канал и врубить колокольчик, чтобы не пропустить новое видео уже завтра, ну а теперь погнали. Дракон Пожалуй, это самое известное мифическое существо во всём мире. Про драконов написаны тысячи книг и сняты сотни культовых фильмов и мультфильмов. Сам образ дракона стал нарицательным в культурах огромного количества народов всего мира. Учитывая то, что драконы описывались и изображались по-разному, сейчас принято считать, что драконы – это собирательное название, объединяющее ряд мифологических и фантастических существ. Так, например, европейские и восточные драконы выглядят по-разному. Если европейские драконы, которые плотно отложились у нас в голове, больше похожи на огнедышащих птиц, то восточные драконы преимущественно изображаются как рептилии или змеи без крыльев. Согласно одной из версий, прообразом дракона могли послужить кости некоего крупного млекопитающего или даже окаменелости динозавра, которые люди из прошлого неверно интерпретировали и на основе этого выдумали новое существо. Несмотря на то, что драконы – полностью вымышленные создания, доказательств к существованию которым попросту нет, многие люди уверены в том, что эти огнедышащие змеи проживают в океанах и недрах Земли. Так или иначе, в настоящее время мифический дракон символизирует собой испытание, которое нужно пройти, чтобы получить то или иное сокровище. Сражение с драконом является одним из ключевых сюжетов в эпосе разных народов, которое олицетворяет временную смерть и возрождение. Единорог Единорог – это еще одно известное мифическое существо, представляющее собой коня, из-за лба которого торчит один рог, отсюда и название. Впрочем, в разных источниках пишется по-разному. На протяжении веков единорога изображали не только в виде коня, но и в виде козы, оленя, быка и пони. Самое первое изображение единорога датируется третьим тысячелетиям до нашей эры. Оно было популярно в Древней Индии, где единороги были распространенными художественными мотивами индийской цивилизации. Позднее образ единорога появился и на Западе, в Древней Греции. Древнегреческие путешественники упоминали в своих рассказах существ, торчащим из-за лба рогом, которые жили в далеких землях. Согласно древним мифам, рог единорога обладал магическими свойствами, которые могли остановить старение и вылечить тяжелые болезни. Также в некоторых источниках указывается, что кровь единорога может даровать бессмертие. Существует предположение, что в описании единорога отразился след вымершего животного под названием Элосматерия. Это носорог, обитавший в степях Евразии во время ледникового периода, о чем можно узнать из пещерных рисунков. Особенностью этого носорога как раз и был длинный рог во лбу. Вдобавок, этот носорог часто напоминал лошадь, поэтому не исключено, что он послужил прообразом для создания единорога и включения его в фольклор. Морской змей Морской змей – это фантастическое существо, которое упоминается в мифах разных народов мира и в свидетельствах очевидцев. Он представляет собой легендарного обителя океана, который выглядит в форме огромной змеи, немного похожей на дракона. Именно поэтому морских змеев часто связывают с крылатыми земными драконами и называют морскими драконами. Согласно регендам, морские змеи живут в океанах, нападают на корабли и наводят ужасно моряков и рыбаков по всему миру. Среди самых известных представителей морских змеев можно выделить лахнесское чудовище, которое обитает в Шотландии. Правда, в отличие от многих других змеев из сказок и легенд, Несси обитает в озере. По всей видимости, морские змеи появились в фольклоре ввиду скудных знаний людей из прошлого об окружающем мире. Их нельзя винить, ведь даже сейчас при всех технологиях и огромном количестве информации мы знаем не так много. Считается, что прообразами морского змея могли стать большие акулы, киты или гигантские кальмары. Несмотря на то, что морских змеев не существует, некоторые люди уверены в том, что видели их вживую. А кто-то даже собирает кости разных крупных морских обитателей, соединяет их в единый скелет и преподносит его под видом скелета морского змея. Так или иначе, это мифическое существо однозначно является одним из самых уникальных персонажей мирового фольклора, которое до сих пор пугает многих впечатлительных людей. Феникс Феникс – это мифологическая птица, обладающая способностью сжигать себя и затем возрождаться. Предвидя свою смерть, Феникс сжигает себя в собственном гнезде, и затем из пепла появляется птенец, или же по другим версиям, сам Феникс. Поскольку Феникс связан с культом Солнца, считается, что история этой мифической птицы началась в Древнем Египте и Аравии, где этот культ был очень развит. Первые упоминания о Фениксе встречаются у древнегреческого историка Геродота в пятом веке до нашей эры. Историк сообщает, что эта птица из Аравии, живет 500 лет вместе со своим родителем, а когда тот умирает, прилетает в храм бога Солнца в египетском городе Гелиополе, и там хоронит родителя. Тем не менее, о способности сжигать себя и затем возрождаться Геродот не упоминал. Вероятно, эта деталь была придумана и добавлена к изначальному мифу позднее. В прошлом считалось, что Феникс – это настоящая птица, представляющая собой единственный и уникальный особь своего вида. В настоящее же время появилась теория о том, что Феникс – это некий вид птицы, произошедший от ныне вымершего азиатского страуса, или подвида фламинго. Так или иначе, многие люди в него верили. На это указывает тот факт, что подобные птицы встречались не только в мифах и легендах Древнего Египта и Аравии, но и в персидской, индийской и даже славянской культуре. Однако, уже на протяжении многих лет доподлинно известно, что это лишь легендарное создание с красивой историей. Грифон Грифоны – это мифологические крылатые существа с туловищем льва и головой орла. Они описываются как существа с острыми когтями и золотыми либо белоснежными крыльями. Примечательно, что образ Грифона неоднозначен. В одних случаях они выступают в роли благородных защитников и покровителей, в других – в роли злобных и ничем не сдерживаемых зверей. Образ Грифона встречается как в мифах Древней Греции, так и в сказаниях и преданиях Древнего Египта, Персии и других стран. Многие люди верили в то, что это создание существует на самом деле. Согласно одной из версий, вера в Грифонов была обусловлена тем, что образ данного создания был навеян древнегреческим историком рассказами скифов «Золотоискателей Алтая», которые могли наблюдать в песках пустыни Гоби окаменелые кости динозавров-протоцератопсов. Такие характеристики этих динозавров, как размеры, клюв, а также остов на их плечах, который мог создать иллюзию ушей и крыльев, дали основания полагать, что Грифон – реальное создание. Тем не менее, доподлинно известно, что Грифон – это мифическое существо, которое сейчас пользуется большой популярностью в поп-культуре и изображается в различных фильмах и книгах. Циклопы Циклопы, или как их еще называют, киклопы – это одноглазые существа, которые являются одними из важнейших персонажей в древнегреческой мифологии. В них они описываются как группа персонажей, представленные божественными существами. В некоторых же версиях мифов циклопы выделены как отдельный народ. Самым известным циклопом, пожалуй, является Полифем, сын Посейдона, которого Одиссей лишил единственного глаза. С момента появления образа циклопа в древнегреческой мифологии он стал одним из ключевых архетипов в легендах и преданиях. В отличие от многих других мифических созданий, циклоп является не животным, а человеком. Согласно одной из версий, прообразом циклопа мог послужить в скелет карликового слона. Центральное носовое отверстие в черепе такого слона могло быть принято за гигантскую глазницу, в результате чего и появился миф о существовании одноглазых созданий. Бонакон Бонакон – это не очень известное, но очень оригинальное мифическое животное. Он пользовался особой популярностью во времена Древнего Рима и Средневековья, когда его изображали на гравюрах и картинах, а также описывали в разных сказаниях. В средневековых источниках его описывали как быка с завернутыми внутрь рогами, у которого была грива лошади. В других источниках он описывается как лошадь с головой быка, завернутыми внутрь рогами и шеи, которая намного длиннее, чем у обычных быков. Как указывает древнеримский писатель Плиний Старший, Бонаконы населяли область современной Северной Греции. По всей вероятности, прообразом мифического Бонакона мог стать европейский зубр. Некоторые исследователи даже отмечают тот факт, что прообразом мог послужить бизон, однако эти животные распространены в Америке, поэтому этот вариант крайне маловероятен. Рогатый заяц Рогатый заяц – это вымышленное животное, фигурирующее в различных фольклорных, литературных и журналистских источниках в качестве мистификации или метафоры. Он также известен под такими названиями, как кролень или джекалоб. Второе название произошло от совмещения двух английских слов – заяц и антилопа, поскольку внешне это вымышленное существо описывается именно как заяц с рогами антилопы. Еще не так давно в рогатых зайцев верило довольно много людей. Особенно стоит отметить период с 17 по 18 века, во время которого сообщалось о том, что в Северной Америке можно наткнуться на зайца с рогами. Тем не менее, спустя какое-то время выяснилось, что основанием для таких рисунков могли послужить особи зайцев и кроликов. Пораженные специфическим кроличьим вирусом, который способен образовывать наросты причудливой формы на голове животного. Так что миф о существовании зайца с рогами антилопы был полностью развенчан. Ну а в комменты напишите, какие еще странные мифы вы слышали – про животных или существ. А также, если вам было интересно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и врубайте колокольчик, чтобы не пропустить новое крутое видео завтра. Спасибо за просмотр!